Тенденции Тенденции, это не что иное, как тенденции ума Тенденции, обусловленные страхами Если мы продолжаем быть в рептильном мозге У нас хорошо, что вся группа была на практическом занятии Вы в курсе, да? То если мы в рептильном мозге Мы этот страх не замечаем, потому что он бессознателен И для рептильного мозга этот страх реален Он его не может отличить от иллюзорного Причем рептильный мозг более древний И он командует молодым мозгом, корой больших полушарий Это, как знаете, в армии молодые и дедовщина Рептильный мозг, он, значит, дает задачу молодому мозгу Если вот он видит опасность А опасность это хроническая, вот этот страх смерти у нас Если верить в теорию реинкарнации И даже не теорию реинкарнации, а мы же видели уже Люди умирают Самое сильное потрясение у меня было Это я, когда учился в Томске, переходил дорогу И буквально я еще на этой полосе И вот на этой полосе машина сбивает женщину на полном ходу И она, как кукла, отлетает буквально до меня Это все на моих, не то что глазах То есть я видел эту кровь Рептильный мозг, он, видите, он все это запоминает И это еще накладывается на то, что уже там Вот эта древняя информация о том, что Ну, как вот Карл Юнг, психолог Он говорил, что у нас у всех есть коллективное бессознательное То есть, в принципе, архетипы вот эти Нам, в принципе, даже не надо думать Мы все живем определенными архетипами Они у всех у нас одинаковые То есть мы не отличаемся по этим архетипам Ну и в частности, вот этот страх смерти Он у нас абсолютно одинаковый А вот тенденции, как мы от него защищаемся Они будут очень разные То есть кто-то будет, значит, медлительный Кто-то, наоборот, будет чистить Кто-то разговорчивый Кто-то, наоборот, в себя уходить Но каждый защищается по-своему Вот эти тенденции, пока они поддерживаются рептильным мозгом И кора больших полушарий не поставила под сомнение Видите, вот почему развитие? Мы же тоже нам нужно отличать, что такое осознанность и самоосознание То есть осознанным может быть персонаж Вот это я, эго То есть это, по сути, что такое осознанность? Осознанность – это включенность коры больших полушарий Все-таки осознанность касается ума Ум – я Я осознан, я замечаю свои действия Ум сам замечает то, что происходит А самоосознание – это то, что замечает этот ум Замечает это я Осознанность – это характерно для любого Спортсмены обладают осознанностью Внимательность – осознанность А вот самоосознание – это характерно только для пробуждающегося сознания То есть только для пробужденного сознания Потому что самоосознание – это не то, что воспроизводит я Не то, что воспроизводит эго Осознанность может воспроизводить вот это я Но именно эта осознанность ведет к самоосознанию Потому что осознанность – это вывод нашего пребывания в этом автоматизме рептильного мозга Вывод И развлечение того, что то, что видит рептильный мозг – это иллюзия Вообще тоже надо сказать, что вот если мы задаемся вопросом «Кто я?» То я и мы с вами живем в социуме И мы вынуждены с вами разговаривать через «я пошел», «я сделал» Но вот это «я», которое мы употребляем Это на самом деле есть сознание, только омраченное Сознание, которое омрачилось Оно забыло собственную природу И отождествившись с этим персонажем, как в «Ночном сне», когда мы видим сон И отождествляемся с тем персонажем, который мы видим во сне Мы же его видим Но в тот момент, когда мы спим Мы отождествляемся с ним и думаем, что он – это я Но на самом деле-то это снящийся персонаж И вот точно так же Слушайте, ну вот это все – это иллюзия, которая тому, кто мы есть на самом деле Снится И рептильный мозг не может это отличить Но благодаря тому, что он не может это отличить И создается вся эта игра лила Божественная игра лила, в которой появляется вот это «я» Субъективное Субъект То есть здесь, помимо Бога, появляется якобы какой-то субъект Реально существующий И обладающий своей свободой воли Я хочу Я так хочу И будет так, как я хочу А что же так происходит? Нет, я так не хочу Я хочу под... Я, да? Вот это «я» То есть появляется Но давайте сразу переводить в аналогию ночного сна То есть в ночном сне, пока мы спим, мы видим персонажа в ночном сне Он же снится, этот персонаж нам, он реально не существует Мы понимаем, когда пробудились Но в тот момент, когда мы спим, мы думаем, что мы тоже этот персонаж реально там действующий Но он, то, что он действует, это снится То, что он действует, это снится И то, что мы сейчас действуем, как эти персонажи Это не что иное, как программа В любом случае Даже если вы осознанны будете, это будет осознанная программа Но это программа, которая должна реализоваться через жизнь Вот она на уровне будхиального тела заложена в нас Как бы некая такая потенция Будхиальное, а самое высшее, это атманическое тело То есть это вот это вот, кто я, да? Кто я на самом деле А будхиальное тело, это вот потенция, энергия Где, в общем-то, содержится программа всего того, что должно воплотиться в этом сне То, что буддисты говорят о том, что В чем игра это состоит В том, что если вы не распознали, опять же, видите Если мы продолжаем быть в рептильном мозге И мы не можем эту реальность различить как иллюзорную И поэтому мы вовлекаемся в нее как реальную Но тогда мы должны будем быть программными существами Потому что мы попадаем опять под страх смерти И страх смерти – это программа Смерть и рождение Есть разные программки, да? Там программа жадности, программа там ревности, да? И так далее Но самая глобальная программа То есть это как бы голографическая часть содержит в себе информацию о целом, да? Фракталы, есть еще вот такое выражение Фракталы То есть мы как бы открываем, а там новое такое пространство, да? И вот как бы программа страха и смерти Это вот такая программа, а в ней открывается еще программа А в ней еще программа, а в ней еще программа, а в ней еще программа И чем дальше программа от программы страха и смерти Ну как бы вы находитесь в этой программе Тем сложнее вам увидеть всю эту иллюзию Вы сильнее вовлекаете Чем более программа, ну вот, алчности, жадности Или вот мести Единство и борьба противоположностей Потому что без насилия мы не поймем, что такое принятие Без зла мы не поймем, что такое добро Без войны мы не поймем, что такое мир Это не изменить вот в этой реальности, иллюзорной реальности Это не изменить Можно, конечно, тратить на это время, силы Но если мы начинаем пробуждаться, то мы можем понять, что здесь самое главное Что нам необходимо сделать, смотрите, это отличить иллюзию от реальности Вот мы попадаем в такую игру, где мы полностью попадаем под власть этой иллюзии Мы, опять же, кто? Сознание Это называется омрачение сознания Сознание омрачается, это вот как вот мы Ночью же мы почему-то к вечеру ближе, мы же почему-то засыпаем Какая-то сила, мы засыпаем и попадаем в ночной сон Где мы видим сновидение Вот какая-то сила нас же усыпила Мы не приняли ничего, да? Это естественная природная сила Вот точно такая же природная естественная сила есть у сознания Оно как бы так омрачается, ну то есть засыпает Ничего в этом нет ни плохого, ни хорошего И вот оно видит вот эти сны У нас у каждого теперь в этом сне Мы отсюда можем выйти только если Даже, знаете, вот говорят там просветление Мне часто говорят, я вот этого слушаю, этого слушаю, там этого слушаю Но слушай, ты хоть до судного дня можешь слушать И меня вы можете на ютубе слушать, слушать Но от этого особо ничего не изменится Этот сон может закончиться, вы пробудиться сможете тогда Когда вот этот бутхиальный уровень, он исчерпается А просветление это нужно для того, чтобы мы перестали тормозить течение этой энергии Потому что когда мы в нее не вмешиваемся, она уходит в космос Буддисты это называют, происходит самоосвобождение Через все, что случается То есть случилось с нами что-то, да? Мы в это не вмешиваемся, мы проживаем как сценарий сна Ну это же сон, что вы к нему там серьезно относитесь? Это сон, но это знает только тот, кто пробужден А тот, кто не пробужден, у него этот страх и снова защита Но если мы пробуждены, то сознание начинает пробуждаться Опять же, видите, от кого это зависит? А вот, понимаете, непонятно Вот у нас была встреча И вообще люди очень давно, я наблюдаю Но видите, они вроде как бы все понимают Но когда идти в работу, их нету То, что мы говорили, я лучше съем печеньку, да? Или шоколадку, да? Съезжу на Пасху там куда-то И так вот иллюзия, она засасывает На самом деле, это тоже, как бы это не только про них Это про каждого из нас Потому что не факт, что вас не засосет буквально в следующую минуту куда-нибудь Как пылесос Сейчас мы здесь собираемся в том месте, где мы можем различить иллюзию от реальности Как только мы за эту территорию выходим, мы попадаем в очень сильный мир иллюзии И я в том числе вместе с вами Потому что у меня свое будхиальное тело, своя программа должна развернуться И у меня свои задачи не вмешаться куда-нибудь и не защищаться Условия игра одинаковые для всех Просто вот этот момент просветления, ну или пробуждения, да? Это как раз таки вот это понимание Понимаете, если мы находимся в рептильном мозге Мы с вами просто не видим то, что это иллюзия А мы воспринимаем это за реальность И мы это не видим до тех пор, пока не произойдет пробуждение Пробуждение, оно, знаете, происходит с помощью молодого мозга Мы же что начинаем делать? Мы начинаем читать книги Мы начинаем интересоваться Кора больших полушарий начинает думать И она начинает все-таки оспаривать вот это восприятие рептильного мозга В конечном итоге к просветлению ведет-то кора головных полушарий То есть молодой мозг Молодой мозг способен привести нас к тому, чтобы направить в правильное русло В котором мы сможем отличить реально от иллюзорного И молодой мозг нас в конечном итоге должен убедить и заставить сесть в медитацию Потому что он должен понять, что никакими другими способами Мы самим умом не сможем отличить иллюзию от реальности Если мы пытаемся отличить иллюзию от реальности умом Почему мы это не можем сделать? Потому что все, что мы делаем, это тоже иллюзия Сами вот эти слушания сатсангов Даже то, что мы говорим Мы опять с вами сейчас пребываем в иллюзии Это все иллюзия Иллюзия иллюзии погоняет Вы слушаете как персонаж Вы слушаете как ум Вы понимаете У вас идут какие-то картинки Представление Это опять ум Это все опять иллюзия И поэтому кора головных полушарий То есть наш интеллект по сути Да, вот наша размышляющая способность А ведь видите На западе слово медитация перевели как размышление Медитация вообще переводится Meditation Переводится как размышление Все-таки вот если вдаваться в этимологию слова Что оно означает? Размышление Все-таки это да Про кору больших полушарий То есть мы должны с помощью коры больших полушарий Выйти через размышления И тогда уже вот эти размышления нам откроют путь к тому, чтобы различить А различение все-таки возможно только если вы ясно познали, что такое самоосознание Если вы пробудились как сознание Смотрите, вот я персонаж, да Но одновременно прямо сейчас момент же существует Вот этот момент сейчас Он же существует Вот персонаж 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 это то, что меняется постоянно Все меняется, да Это настроение постоянно меняется У персонажа У нас погода меняется Все это меняется Но что-то же есть неизменное Вот мы сейчас же Когда мы пробуждены Мы способны замечать то, что не меняется И вот если мы находимся в самоосознании То наш якорь внимания Он как бы раздвоен Мы одновременно замечаем и персонажа Себя как персонажа Как сон То есть мы одновременно видим и сон Но мы находимся в сновидце Мы не теряемся То есть мы не засыпаем И мы не думаем, что я только персонаж Почему это говорит в самоосознании? Я нахожусь в памяти, кто я И при этом я пребываю в этой иллюзии По сути, самоосознание Это вот этот величайший акт развлечения Я Что одновременно я это постоянное Настоящее И в то же самое время происходит этот сон Где все это иллюзия И в этом сне Из этого сна я сознание сейчас Никуда не смогу выйти Пока не закончится это будхиальное тело Пока оно не исчерпается И будет здесь, знаете, непонятно что От реализации будхиального тела просветление не защищает Если даже, ну скажем так С вами произошло просветление То с вами все равно будут происходить те события Которые записаны в будхиальном теле Но единственное Почему мы на такие длительные ретриты уходим Десятидневные У нас в прошлом году был 10 плюс 10 ретрит Самадхи Почему? Потому что С помощью практик можно будхиальное тело проживать в практике виртуально Потому что рептильный мозг Не может отличить иллюзорное от реально И он, видя Когда будхиальное тело Дает в виде картинки эту ситуацию Ну, а мы же ее чувствуем Это, конечно, техника Как это делать Потому что мы обучены Как через ощущения, через события Вот почему мы зубы выдергивают у нас А мы там идем, знаете, через будхиальное тело Проживаем все Поэтому, конечно, если мы позиция охотников Позиция ответственности То мы всегда держим вот эту позицию Как я создаю Создаю я, конечно, только потаканием страхом А как я потакаю страхом? А я их не проживаю Я от них защищаюсь Я от них убегаю А вот как ты убегаешь? А вот так, вот так и вот так А вот, понимаете, сила рептильного мозга Вот сила тенденции Но пробужденность А что такое пробужденность? А пробужденность, она уже Понимаете, уже вот эти вот Плюшки рептильного мозга Что вот у тебя это будет Это будет Это уже опыт Все, знаете, вот это вот Изобилие, которое вдруг Сваливается на персонажа я Так оно все равно приводит Либо к болезни, повышению холестерина Либо, знаете, этот вес начинает Либо просто, знаете, жизнь обрыгала Ну, то есть, что-то вообще все как-то И ты уже понимаешь, что и это тоже не то За рептильный мозг ты не играешь То есть, а рептильный мозг, он за что играет? За то, чтобы оставаться в комфорте Чтобы вот защищаться от этих страхов Уже это не интересно А вот интересно пробуждение Свобода от вот этой программы Возвращение к тому, чтобы быть не игрушкой вот этой вот А с персонажем же вот как Согласно бутхиальному телу Там нету только хорошего Бутхиальное тело – это единство борьбы и противоположности Там есть и темное, и светлое И вот, понимаете, это тоже уже кора больших полушарий Вот этот молодой мозг, он начинает пониматься Что если ты там чему-то стремишься, радуешься Там от какого-то приобретения То ты уже создал И в бутхиальном теле ты уже создал предпосылки Для того, чтобы у тебя ровно настолько случился минус Вот насколько ты радуешься Ну, это не говорит о том, что радоваться не надо Но именно радуешься из вот веры Что вот эта радость, она прям такая настоящая Хотя же это калейдоскоп Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok